вы на канале лекарственные растения здравствуйте этот красивый голубой цветок с полезными лечебными свойствами используют не только в лечении ряда заболеваний но и употребляют в качестве дешевого заменителя растворимого кофе или его ароматизатором цикорий он же щербак или серпник род двухлетних или многолетних трав семейства сложноцветные род включает в себя два культивируемых вида салатный обыкновенный и 8 диких обширно распространен как сорное растение родина щербака считается средиземноморье распространено это растение в зоне умеренного и субтропического климата цветки язычковые крупные убой полы чаще голубого цвета два вида этой многолетней травы культивируются это цикорий салатный и обыкновенный лечебные свойства серпника в основном обусловлены содержанием инулина высушенный корень содержит 75 процентов этого вещества о свойствах инулина смотрите в ролике про лекарственное растение лопух листья культивируемых видов используют для различных салатов и в качестве гарниров к блюдам дюма в своем большом кулинарном словаре писал о диком цикории цитирую это одно из наиболее ценных салатных растений из него делают очень полезные для здоровья и весьма питательные салаты возможно самые лучшие из всех хотя они слегка горчат самым важным веществом входящий в состав цикория является инулин это сложный углевод полисахарид который не переваривается организмом человека относится к группе растворимой клетчатки а также в его составе есть необходимые организмы человека витамин c каротин пектин витамины группы b b1 b2 b3 b5 b6 b9 pp минеральные вещества калий кальций магний натрий фосфор железо медь селен цинк марганец органические кислоты и белковые вещества смолы какую же пользу приносят компоненты цикория человеческому организму в первую очередь это конечно же инулин он является отличным пребиотиком увеличивает количество полезных бактерий в толстом кишечнике быстро усваивает глюкозу именно поэтому врачи назначают цикорий диабетиком повышает синтез серотонина профилактика кишечного дисбиоза улучшает пищеварение имеет легкий слабительный эффект укрепляет костную ткань улучшает работу печени способствует лучшему обмену жиров и углеводов а также снимает уровень холестерина повышает тонус организма и укрепляет иммунитет о полезных и лечебных свойствах цикория я знала давно но все никак не доходили руки испробовать на себе этот травянистый кофейный напиток на днях ходила в горы за лекарственными растениями корешками цветочками и травами накопала немного и корней цикория хочу попробовать какой же оно кофе своими руками приступим к приготовлению корни хорошо промыть под проточной водой с использованием жесткой щеточки чтобы смыть всю землю дать немного обсохнуть затем сделать продольный разрез и удалить сердцевину это делается для того чтобы убрать горечь далее режем на мелкие кусочки и выкладываем на сковороду температуру устанавливаем среднюю или еще меньше так корни хорошо высохнуть после обжариваем до золотистого цвета остужаем теперь наши корни выкладываем в кофемолку и измельчаем до порошковообразной консистенции все основа напитка готова всыпаем чайную ложку в чашку и заливаем кипятком чтобы пилось приятно и корни не попадали на язык можно процедить запах вкус и цвет в действительности похож на кофе только послевкусие деревянистая и еще напиток покрыт слегка жерноватой пленкой это как раз таки инулин кстати делала я этот напиток в первый раз и забыла удалить сердцевину из корней как говорится первый блин комом кофейный напиток получился немного горьковат в следующий раз накопаю больше и для приятного употребления сделаю все правильно и конечно же друзья имеются противопоказания употребление кофейного напитка из цикория может послужить аллергеном вызвать отек и покалывание во рту его стоит избегать в рационе тем у кого уже есть аллергия на пыльцу березы также напиток серпника не стоит пить беременным без консультации с врачом поскольку его воздействие в этой ситуации не до конца изучено приятного аппетита друзья используйте лечебные растения с умом будьте здоровы берегите себя и своих близких и Продолжение следует...